Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Это урок 36. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmart. Переходим в Woodmart, настройки темы, дальше категории товаров и стили товаров. Это одна из самых интересных опций, на мой взгляд. Именно отображение сетки товаров, отображение категории товаров. У нас по умолчанию выбрана вот синей рамочкой. Это вот это внешнее отображение, когда, допустим, я навожу мышь. Здесь же я могу выбрать критерии, выбрать цвет, выбрать килограммы, граммы. Вот это отображение. Получается, смотрите, сколько у нас здесь вариаций разных присутствует. Понятно, что вы сможете поиграться, тут без меня уже посмотреть. Вы для себя просто решайте, какой из вариантов самый вам наиболее интересный. Я возьму вот этот вариант, нажму «Сохранить». Далее. Обновим страницу. Вы видите, у нас перемещаются иконки, но по большому счету скрытые, да, вот эти элементы. То есть кнопки выбора и так далее. Обратите внимание, что при выборе различных вариаций нету настройок дополнительных. Кроме вот этой вариации появляется, видите, опция «Открыть товар при нажатии на мобильном». Тут уже смотрите, как лучше. Смотрим, что у нас есть дальше. Продукт Color Theme. По умолчанию темный, светлый. Дальше. Граница сетки. Это все уже идет вкусовые моменты, дизайнерские, как лучше вам. То есть, если это включаем, появляется опция «Бордер», «Грид стайл». Этот вариант будет рамочкой без скругленных углов. И будет прижиматься товар друг к другу. Вот этот вариант. Если мы возьмем, то есть это рамка, стиль рамки. Видите, тонкая рамка вокруг товаров с округленными углами и с отступами между товарами. Вот это, на мой взгляд, интереснее смотрится. Вот так вот в целом карточка. Выбор параметров. Ну, тут у нас вариант тот же. Да, единственное, что здесь с этой рамкой, с этими вот отступами, здесь получается, видите, не все умещаются цвета. Поэтому я все же, наверное, оставлю без рамки. Дальше. Есть возможность включить продукт «Бэкграунд». То есть «Бэкграунд» — это фон. Если включаем, то появляется возможность задать цвет фона. Давайте попробуем что-нибудь такое. Получается вот такой вот желтенький фон. Как это будет смотреться при разном выборе параметров, да? Ну, тут либо нужно здесь нормальный цвет, либо я бы вообще здесь, конечно, цвет не ставил бы. Дальше. «Тень для продукции». Вот здесь на скриншоте, вот к этим боксам, посмотрите сами. Дальше. Движемся с вами. Вот эта вот дизайнерски интересная штука — это выровнять товары. Если вдруг, допустим, какой-то выбивается, у которого есть отзывы, допустим, у других отзывов нет. А вот это включение позволяет выровнять товары между собой, чтобы они были на одном уровне. Для компьютерной версии. Это можно сделать для планшета. Это можно сделать для мобильных. Если на мобильных выводите в две колонки, то это будет актуально. Включить. Если одна колонка, то смысла нет. Дальше. «Предел заголовков товара». То есть это стоит у нас нет. Одна линия, две линии. Это опять у нас выравнивание. Вот этот переключатель позволяет показывать звездную оценку, даже если оценок там еще не было. То есть это когда человек оставляет отзыв, комментарий. На ваше усмотрение тоже. «Отключить или включить изображение при наведении курсора на товар». Ну это прикольная тема. Вот здесь вот это для вариативных товаров. Видите, я навожу, подгружается другая картинка товара. Мне кажется, это очень крутая штука. Я бы это не отключал. Дальше. «Галерея». Вот это бы я включил. У нас по умолчанию не отключено. Если есть галерея товаров внутри товара, тогда можем это включать. И появляются дополнительные опции. Это у нас при наведении влево-вправо. Вот здесь вот это можно видеть. Мышка двигая. «Будут меняться» или «Стрелки». То есть прям будут стрелки, надо мышкой будет нажимать. И это настраивается для компьютерной версии и для мобильной версии. Либо нет. На компьютерной версии только стрелки, возможно. «Выстроить» давайте стрелки там оставим. Давайте посмотрим. Вот здесь хорошо это видно. Появляется такой нижний ползунок здесь. Видно, где я нахожусь. Просто двигая мышкой влево-вправо. И здесь тоже цвета меняются. Следующее. «Поле. Количество. Продукта». Чтобы можно было прямо из карточки, из сетки добавлять. Да, нет. Оставим давайте. Дальше. При наведении указателя мышки на товар у нас с вами вот так вот. Мы уже видели, описание выскакивает. А можно сделать, чтобы выскакивали атрибуты или вообще выбрать «Нет». Чтобы дополнительная вариация не появлялась. Теперь при наведении у меня цвет, размер. Это появляются опции. Вот детали. Именно детали туда появляются. Следующая опция нам разрешает показывать, допустим, вверху в карточке, либо снизу именно состояние запасов. Если вы в WooCommerce используете, сколько количество там единиц товаров осталось на складе, то вы можете вот этим это решить, где это выводить. Здесь это видно. Индикатор выполнения акций. Вот этот ползунок, включая «Если», он позволяет отображать количество проданных и имеющихся на складе товаров в виде индикатора выполнения. Следующая штука, на мой взгляд, очень крутая. Далеко не во всех темах это заложено, реализовано, но это реализуется и сторонними плагинами. Но в данном случае у нас это все есть в самой теме. Таймер обратного отчета. Я такое все люблю. Это у нас мотивация дополнительная, то есть именно временная, чтобы человек не откладывал в долгий ящик покупку. Типа скидка действует и отчет времени пошел. Чтобы увидеть таймер обратного отчета, вам нужно в товаре, там где будет отчет, значит вот здесь вот выставить такие моменты. У вас вот здесь будет, давайте я покажу, как будет изначально. У вас будет вот тут вот ссылка запланировать. Вот на вкладке основные. То есть сниженная цена, базовая цена, потом цена скидки ставите запланировать, ставите дату, когда началась и когда заканчивается. Календарь просто выставляете и нажимаете сохранить. После этого при наведении, из-за того, что у нас карточка вот так вот выглядит, таймер, видите, где у нас показан. То есть он работает, он считает. И это отображается только в сетке. Здесь у нас таймера нет. Если вы хотите в карточку вывести таймер, это будет в следующем видео. Если вы хотите, чтобы таймер был на виду, то выберите какой-нибудь другой макет. Вот этот макет я выбрал. И тогда смотрите, не надо никуда мышкой наводить. Вот тут вообще, то есть не надо наводить мышки, никаких эффектов практически не происходит. Таймер, видите, сразу виден. Следующая опция. Показать ли категорию товаров в карточке? Да, нет. Следующая шоу продукт, бренд. Показать ли бренд прямо там в карточке? Ну давайте оставим. Показать артикул. Да, нет, в карточке. Карточка уже будет такая весомая, если это все включим. И шоу показать рейтинг. Именно количество звезд. Посмотрим. Вот лейбл вывелся здесь тоже. Он и в карточке выводится. Рейтинг мы не увидим. Это надо оставить отзыв в комментарии. Тогда мы сможем увидеть звезды. Вот я оставил один отзыв, чтобы показать вам звезды. И вот показанный один отзыв здесь есть. Богатые настройки стилей товаров у нас закончены. Переходим в стиле категорий. Но прежде чем мы их посмотрим, здесь, конечно, настройок намного меньше. Нам нужно сначала понять, как увидеть, вывести вообще категории. Понятно, что мы можем на главной вывести их через Elementor. Но вдруг вы не знаете, именно вот эту страницу магазин. Вы же можете отобразить, как вывод категории сначала, а не сразу товаров. Вам нужно перейти в внешний вид. Настроить. Дальше здесь перейти в WooCommerce. Каталог товаров. И, кстати, здесь сразу один момент хитрый скажу. Новички могут долго искать настройку. Как же сделать так, чтобы на странице магазина новые добавленные товары отображались в самом верху списка. Для этого вам надо вот здесь же, исходная сортировка, выбрать упорядочить по последним. Тогда новые добавленные товары будут в самом верху автоматически. Возвращаемся к теме урока. Вот самая верхняя. Можем выбрать «Отображать категории» и «Сохранить». Сейчас я это сделал только, чтобы вам показать. Ну или вы можете это использовать. Вот я вывел три категории. Три категории. Вы помните, я ранее добавлял. Вот они. Я нажимаю на часы, только потом попадаю в товары конкретной категории. Здесь тоже по умолчанию выбран вот этот вариант. Вы можете поиграться, выбрать какой-нибудь другой вариант. И обратите внимание, настройки внизу могут меняться от вашего выбора. Теперь чуть по-другому отображаются названия категории выше, сколько товаров у нас показано в таком кружочке. Следующая опция – это скругление категорий. Если мы посмотрим, у нас есть скругление, но можно здесь задать. Либо пользовательский и скруглить ползунком. Выбрать точное количество пикселей. Далее у нас включено категории с тенью. Легкая тень. Либо можно это отключить. Скрыть количество товаров по категориям, чтобы не выводилось число. Но это на ваше усмотрение. Я думаю, что лучше показывать. Настройок здесь немного. Вот они все. Для товаров их, конечно, было больше. Но мы рассмотрели вот эти две вкладки с настройками. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно съел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. То есть, никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в течение дня. Субтитры сделал DimaTorzok